Сегодня к празднованию удмуртского языка присоединились разные страны. Венгрия, Молдавия, Франция. Участники этого флешмоба поют на удмуртском. Участники этого флешмоба поют на удмуртском. На политической жизни в связи с новой идеологией, с новым политическим строем. Эти книги – практические учебники по истории родного края. Рассказать о жизни удмуртов здесь решили стихами национальных авторов, причем самым необычным способом. Это эксперимент. Дети читают стихи собаки. Утки-чпи-гебы-гебы-гебы-теча-ля-бак-ча-ко-тыр. Такое занятие в Удмуртии проводится впервые. Однако канистерапия, лечение и реабилитация с помощью собак пользуются большим спросом в мире. Полезна она для всех возрастов, особенно для детей. Чтение вообще собаки. Когда собака слушает у детей, мы надеемся, что будет развиваться какая-то усидчивость и будет прерваться любовь к чтению самое главное. К выбору стихов для собаки-поводыря Иды дети отнеслись с особой ответственностью. Я прочитала стихотворение о ветре, как Симон, то, что он сидел спокойно дома, и вдруг кто-то стучится, он выходит из дома, и тут никого не было, и это ветер оказался. Организаторы считают, главная цель праздника – распространить знания о будмуртском языке – достигнута, и обещают в следующем году еще больше интересных акций и познавательных мероприятий. Мария Шершова, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия».